Диагностирование редких заболеваний Очень важно быстро, потому что существуют такие заболевания, у которых от начала их проявлений до того, как человек умирает, проходит месяц Соответственно, сроки очень сжатые Мы назвали наш проект «СССР» или «Спаси себя сам» редкий Врачи разводят руками, не могут поставить диагноз, возможно, это редкое заболевание Поставь диагноз «Спаси себя сам» Редкие заболевания настолько сложны и разнообразны, что врачи просто физически никаким образом не в состоянии про всех них знать Но у редких заболеваний существуют симптомы, по которым мы могли бы поставить диагноз сами себе Потому что кто, как не мы сами, заинтересованы в том, чтобы поставить себе диагноз И вот растерянный человек с непонятными проявлениями может зайти на наш сайт и понять, что возможно у меня вот это Как мы это сделали? Мы взяли для начала проекта три редких заболевания Порфирия, болезнь Фабри и болезнь Гаше Мы общались с пациентами с Порфирией, с пациентами с болезнью Гаше и с Фабри Мы выписали основные симптомы по каждому заболеванию Это яркие симптомы Эти симптомы мы сделали как ключевые слова Написали, ну постарались написать все оптимизированные тексты Надеюсь, большинство понимает, о чем речь И, соответственно, создали сайт, на котором их разместили Очень надеемся, что человек, написав какой-либо симптом, попадет туда Ну, теперь посмотрим, что мы сделали Вот основной симптом, только что прокрутили, там была картинка Рано, рано Ну вот, опять вернусь к нашему врачу растерянному Оставь картинку вот эту В общем, здесь девушка сжимается пополам Это один из симптомов Порфирии У нее очень сильные острые боли в животе Если мы словосочетание острые боли в животе использовали много раз Ну, оптимально много раз Соответственно, надеемся, что по этому словосочетанию этот текст когда-нибудь кто-нибудь найдет Написали текст, написали историю болезни реально существующую Дальше листаем Один тоже из основных симптомов – это красная моча Поставили видео Это фильм, созданный о болезни Порфирии Который тоже полностью рассказывает о том, с чем столкнулся человек и что ему делать дальше Соответственно, человек попадает на этот сайт, видит вот это красное послание И в дальнейшем, чуть-чуть ниже, мы направляем его в гематологический научный центр Это ссылка, в котором ему все объясняют, что ему делать дальше, какие анализы сдавать и так далее Болезнь Гаше – это не… Одна минута осталась Это будет единый сайт, где после слэша будет, соответственно, новая информация То есть, также основные симптомы по болезни Гаше Список Мы эти симптомы использовали как ключи Опять же, все оптимизированные тексты Фотографии Картинки Опять же, красное послание И куда двигаться дальше Болезнь Фабрии Основной Верни картинку Основной симптом у болезни Фабрии – это горящие ладони Горящие ступни ног и горящие ладони Соответственно, по этому запросу мы очень надеемся, что мы будем в топе Чтобы человек не как некоторые люди с болезнью Фабрии Ставит себе диагноз «целую жизнь» А поставит себе диагноз за 5-7 минут, как я говорила вчера Опять же, куда двигаться дальше Ну, мы хотели здесь немножко повеселить, но так как музыка не работает Я еще хотел два слова добавить о технической стороне Нашего проекта Сделан он по принципу информационного сайта То есть никаких суперсложных технологий там не существует Вся информация, которая интересна пациенту Которую он ищет Он ищет тем способом, которым мы ищем Ну, привычным через поисковую систему Через Яндекс, через Гугл и так далее Вот, поэтому В чем наш проект заключается? На данный момент мы сделали 3 странички по 3 заболеваниям На самом деле, по каждой заболевании нужно сделать отдельную страничку Просто в силу ограниченности возможностей мы сделали это все на одной страничке И второй момент То, что основная работа как раз сейчас только начнется То есть по каждому заболеванию нужно прописать определенные ключи По которым люди будут приходить, искать И это, соответственно, стоит определенных времени Времени, денег, ресурсов Как раз эти деньги на это и пойдут Ну, еще хотели добавить, что все делали сами К сожалению, менторы сегодня нас не хватит Да, это мы как организаторы приносим в связи с этим извинения Это как-то у нас вышло из-под контроля Большое спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому